В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Глава Ленинского городского округа Станислав Катров встретился с жителями в формате выездной администрации. Жители вот этих локаций нас очень часто спрашивали про ремонт Володарского шоссе. Показываю фотографии. Вчера приступили к ремонту. Врачи напоминают о важности проведения прививок против пневмококовой инфекции. Вакцинация пневмококовой инфекции уже включена в национальный календарь с 2014 года, с января. Заряд бодрости и хорошего настроения в Центральном парке прошла программа «Физкульт. Привет». Сегодня мы с детишками будем делать зарядку, веселиться, прыгать и танцевать. Глава Ленинского городского округа Станислав Катров вместе со своими заместителями и руководителями профильных служб в очередной раз встретился с жителями в формате выездной администрации. Какие вопросы обсуждали на собрании, узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. Воезная администрация продолжает курсировать по всей территории муниципалитета. В этот раз мероприятие состоялось на территории Развилковской средней школы. В начале встречи глава Ленинского округа Станислав Катров еще раз напомнил о строительстве трассы Юла. Также рассказал о реконструкции Каширского шоссе. Заявил, что будет построена транспортная развязка на Володарском и Белокаменном шоссе и разворотная стакада на Развилку. Сообщил о ремонте дорог. Жители вот этих локаций нас очень часто спрашивали про ремонт Володарского шоссе. Вот показываю фотографии. Вчера приступили к ремонту Володарки. Значит, завершим до конца августа эти работы. Глава округа Станислав Катров вместе со своими заместителями и руководителями профильных отделов администрации муниципалитета ответили на вопросы местных жителей, которые связаны с улучшением качества жизни в округе. Мы село Беседы, там где эта дорога начинается. В общем и целом, и наша главная улица Ленинская, она как раз и есть эта дорога. Содержится она компанией «Мосавтодор» отвратительно. На сегодняшний день я вышел на Игоря Борисовича Трескова с этим вопросом. С просьбой заменить подрядчиков «Мосавтодора» по уборке всех дорог в нашем муниципальном образовании. Правительство Московской области нас услышало. Важно отметить, что о задачах, решения которых требует некоторого времени, никто не забудет, так как все просьбы и предложения были записаны и взяты на контроль. У нас проблема с канализацией. На сегодняшний день правительство Московской области, Мосводоканал в том числе, прорабатываем возможности расширения всех тех очистных мощностей, куда это все выводить. Встречи в формате выездной администрации созданы для того, чтобы в режиме открытого диалога можно было задать интересующий вопрос и получить на него оперативный ответ. Их проведение в разных населенных пунктах Ленинского городского округа будет продолжено. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Важная информация для жителей. В рамках приоритетного проекта Министерства здравоохранения Московской области, онлайн-поликлиника, цифровые регистратуры, отключены городские номера телефонов, регистратур, поликлиник. Теперь для звонков по справочным вопросам, для записи на прием, для вызова врача на дом Московской области работает единый колл-центр 122. Также информацию вы можете найти на официальном сайте своей медицинской организации в личном кабинете, обратиться на горячую линию главврача, а в некоторых случаях в своей страховой компании или территориальном фонде ОМС региона. В современном обществе вакцинация играет значительную роль в сохранении здоровья людей и снижении заражения различными болезнями. Сезонные прививки от гриппа для многих стали уже привычной процедурой, но врачи напоминают о необходимости прививаться от еще одной группы заболеваний. Невмококковая инфекция является одной из главных причин детской смертности даже в развитых странах. Впрочем, опасны они и для взрослых. Невмококковая инфекция, которая вызывает менингит, отит, пневмонию, бактериемию и так далее. Это очень серьезные последствия организма и результаты чего даже может привести к летальному исходу. Поэтому я как врач рекомендую прививаться. О безопасности детей позаботилось государство. В Российской Федерации прививки против пневмококковой инфекции проводятся детям до одного года и далее. Вакцинация от пневмококковой инфекции уже включена в национальный календарь с 2014 года, с января. И эта вакцина прививает детям с двух лет до пяти лет. А вот взрослым стоит самостоятельно позаботиться о своем здоровье, особенно из групп риска, куда входят лица старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями легких. Вакцинация показана абсолютно всем. Детям от двух месяцев и также взрослым до 65 лет. Но есть схема вакцинации. Вакцина начинает проявлять свое действие после трех недель и сохраняется до пяти лет. Современные вакцины от пневмококковых инфекций надежны и безопасны, но существуют противопоказания. Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом. МОС Облъирц информирует жителей о том, что с 1 июля в России отменена банковская комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь комиссия не взимается со всех клиентов МОС Облъирц. Это относится к тем, кто оплачивает счета в личном кабинете пользователя, в мобильном приложении, в терминалах и непосредственно у менеджеров в офисах. Также в июле среди клиентов расчетного центра разыгрываются денежные призы. Для этого необходимо полностью оплатить коммунальный счет через систему быстрых платежей с помощью любого удобного канала оплаты. Участниками розыгрыша клиенты МОС Облъирц становятся автоматически. В Центральном парке прошла программа «Физкульт-привет». Ребята с удовольствием делали разминку и участвовали в конкурсах на ловкость и смекалку. Заряд бодрости получила и Инга Инчук. Что необходимо для бодрого начала дня? Конечно, разминка, которую лучше всего делать на свежем воздухе. Здесь, в Центральном парке, ребята уже активно разминаются. И это, естественно, ведь их ждет активная программа. Сегодня мы с детишками будем делать зарядку, веселиться, прыгать и танцевать. Дети всегда очень рады нашим программам. Мы танцуем, естественно, они веселятся. Ребята с задором прыгали и танцевали вместе с полосатым другом. Увлекательная программа подняла настроение не только детям, но и их родителям. Мне всегда очень нравится, весело. Дети счастливы, дети довольны. Прекрасно, весело для детей. Все участвуют. Вон моя тоже маленькая, два годика. Тоже интересно очень. Это как бы нестандартная прогулка на детской площадке. Что-то интересное, ведь создает настроение. Нравится ли тебе программа сегодняшняя? Да, очень. Я постоянно хожу в этот парк. Он самый лучший. Программа очень хорошая, самая лучшая в этом городе. А что тебе больше всего нравится? Мастер-классы, танцы, все, все, что здесь проходит. Такое утро можно действительно назвать добрым. После программы в Центральном парке ребята проведут оставшийся день полными сил и энергии. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. Партийный проект «Здоровое будущее в действии». Представители партии «Единая Россия» провели в детском саду «Бобренок» спортивное соревнование. Такие мероприятия приносят массу положительных эмоций и учат детей работать в команде. Федеральный проект «Здоровое будущее» направлен на укрепление здоровья всего населения, как взрослых, так и детей. Так летние Олимпийские игры прошли для ребят, которые этим летом отдыхают в детском оздоровительном лагере «Бобренок». По всей территории несколько площадок, где дети, наши воспитанники, выполняют задания, получают за это баллы. Тем самым мы формируем у них мотивацию к здоровому образу жизни. Все испытания ребята проходили в виде квеста, один за другим. Организаторы сделали целых семь спортивных станций. Здесь скачки, перекати поле, ловушка и даже пятнашки, сделанные по подобию настольной игры. На каждой площадке они были одной командой. Кирилл! 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 Давай, давай, скорей, 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 скорей! Здесь и сплочение команды, потому что они помогают друг другу, тем более в пятнашках. У них взаимодействие должно, контакт друг с другом. Вот, также спортивная направленность, да, так как они двигаются. Ну и, конечно, здравление. Занятие физической культурой и формирование здорового образа жизни важно с самого раннего возраста. Не случайно судьями на местных Олимпийских играх стали активисты молодой гвардии. Как ваша команда называется, только очень дружно. Волки, коты! Все дети очень послушные, они очень довольны мероприятием. Мы стараемся быть объективными и чуть-чуть иногда помогать детишкам, чтобы у них был лучший результат. Все участники получили заряд энергии и массу положительных эмоций. В нашем округе такие мероприятия для поддержки мотивации и спортивного интереса проводят регулярно. Не только в детских садах, но и в школах. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!